Виторган 177 Рекомендую посмотреть обзорчик вот и до, а потом собственно говоря и скачать эту карту и наверное пройти Из описания Всем привет, моя вторая работа, карта максимального размера Две машины с гаражными частями не добрались до гаража, один сломался у другого, слили топливо По полям и болотам срезать не рекомендую В связи с высоким уровнем воды, мосты для груженого транспорта закрыты После открытия гаража все по стандарту Городок и две деревеньки, которым нужен лес На карте два гаража, которые закрыты Две заправки, один лесоповал, одна точка погрузки, четыре места сбора, шесть лесопилок Девять точек разведки, четыре авто на старте, заменяемые Размер карты 32 на 32, они же 1000 на 1000, ну 124 по идее, ну да ладно Короче максимальный размер карты, ребят Также карты использованы рефа от Дмитрия Чесмакова, Дмитрий 64 рус За скрины отдельное спасибо Виторган 177 Ёхорный бабай, даже меня сюда зарисовали При публикации на других ресурсах убедительная просьба сохранять авторские ссылки Ребят, карта мною была подписана в воркшопе И в целом ребят, усаживайтесь поудобнее и всем приятного просмотра Итак, поехали Давайте посмотрим на миниатюру, что мы здесь с вами раскрыли, открыли, не знаю что мы здесь с вами сделали Значит смотрим Я наверное поеду вот на эту точку разведки, то есть поверну сюда, потом сюда, через лужицу вот сюда И по-моему мы должны как-то с вами волшебным образом попасть на вот эту точку разведки Ну поехали, короче, а там будет видно Режим аркада, ребят, для обкаточки, что называется Большего и не надо А, я чуть мимо поворота не проехал, разогнался Вот, автомобильчик, ребят, от Сайлента Вот, я считаю, что для разведки очень даже такой, вы знаете ли, не чешный автомобильчик Тут даже салончики есть Вау, что-то меня куда-то тащит волоком Вот Так что я думаю, будет очень комфортно проехаться на этом самом броневичке И, собственно говоря, разведать эту самую карту Вот, но также у меня еще на карте поставлены автомобили такие, как КАМАЗ-4310 Вот, потом Урал дефолтный 375 Плюс ко всему еще КРАЗик я поставил от Пасечника Вот, который под меня был сделанный Ну, короче, машинки есть, если что То есть, я думаю, мы с вами бедствовать-то не будем в плане транспорта Вот, кстати говоря, мы с вами подъехали уже к одним из гаражных частей А именно КРАЗу 255-му Давайте... Ой, да блин, я туда нажал Давайте мы туда сейчас с вами пересядем Автомобиль, ребят, полностью ушатан Запаски на нем не имеется То есть, нам его нужно отремонтировать Вопрос, как это сделать Да, то есть, пока что на данном этапе Я не могу сказать, как это сделать Здесь у нас стоит КРАЗ 260-й Но он без аддонов Вот, он абсолютно без аддонов Но, тем не менее, он способен куда-либо ехать Я не знаю, почему он без аддонов Хотя, вот, учитывая то, что здесь топливная станция, заправка Да, вот, можно было бы на него, в принципе, поставить топливную цистерну Ну, да ладно Автор решил ничего на него не ставить Вот, гараж здесь недалеко В принципе, при повышенном желании Возможно, даже и Волоком можно дотащить Этот самый КРАЗ Вот, второй автомобиль, ребят, нас ждет Второй автомобиль нас ждет Так, этот у нас поломанный Второй, ребят, у нас будет автомобиль обсушенный Вот, задача наша Его, собственно говоря, найти Ну, давайте попробуем придерживаться дорог Кощунить пока что я не вижу абсолютно никакого смысла По той простой причине, что на карте этой очень много дорог Вот, и Кощунить, наверное, было бы Наверное, очень плохо В том плане, что это было бы только-то в обряд себе Вот, можно быстренько проехаться по дорогам В принципе Ой, блин, урон прилетел В принципе К дороге средней сложности Грязь, если есть, то она в целом сбалансирована Вот, то есть, как бы Не обязательно где-либо кощунить Все достаточно очень легко и просто Вот, выезжаем мы с вами на поля Затопленные поля Впереди у нас стоит шишига Кстати, а, вот это с помощью вот этой шишиги Наверное, можно будет и как раз таки отремонтировать Этот самый крас Там же ремка-то иметься Вот, сейчас я точку разведки открою И, соответственно, смогу пересесть В этот В этот шишига В этот шишига Так, 63.17 О, 63.17, ребят Стопливная цистерна здесь у нас стоит Шикардос Но, блин, опять без запаски, к сожалению Шишига Вот, шишига вполне адекватная Может ехать Имеется при ней, ребят Запасное колесо 149 ремки Гаражные части 126 ремонтных очков Плюс ко всему топливо 233 литра То есть, в принципе, данная шишига Способна оживить все и вся на этой карте То есть, как, собственно говоря, заправить автомобиль Топливом Так и, собственно говоря, и отремонтировать еще плюс ко всему Вот Знаете, что я хотел бы сделать? Ну, наверное, я хотел бы доехать Вот здесь, наверное, все-таки как-то доехать Я не знаю И взять вот эту точку разведки Давайте попробуем это сделать Я не обещаю Честно, не обещаю Срезать я, как бы, стараться особо ничего не буду То есть, если поедется, то поедется Если не поедется, то, извиняйте, не судьба Так, а он там тоже, что ли, что-то? А, нет, это камень вроде как Там у нас тоже дорога, кстати говоря Нет, было сказано авторам не срезать по полям То есть, я так предполагаю Там, ребят, ядрит-мадрит, какая грязь На этих самых полях Поэтому мы с вами лучше проедем вот здесь вот по дорожке Среди полей Среди полей Кстати, так и карта-то и называется Откуда было взято начало, так скажем, этого самого названия карты? По большему счету, все дороги сводятся к тому, что нужно ездить будет вот через эти поля Вот по этим самым дорогам От этого и выросло у нас название карты среди полей Ой, ребят, а тут у нас отбойники Я-то думал, я тут сейчас проеду нафиг, нафиг Ай, какого хрена урон! Ай! Как больно! Ай, ой, ай! Что-то как-то не очень хорошо у меня сейчас получилось Блин, кощуню, как всегда Ну, блин, ну это у меня уже в крови, на самом деле О, благодарствую, палочка Смотрите, как она меня лихо-то подбросила, да? Вообще офигеть, блин! Вот это да, вот это супер! И там дальше стоит танцует Ладно, поехали дальше Едем мы, значит, с вами Хрен знает куда я теперь даже уже Слушайте, а здесь ведь человеческий выезд был, да? Для людей выезд был Вот здесь вот прям Для людей А я что? А я кто? А я непонятно кто, но да ладно Я выехал, и слава богу Правда, не без урона, да? Там маленечко что-то я Еще раз маленечко Блин, ребят, короче, хоть асфальт иметься Но лучше по нем не носиться Потому что урон прилетит вам очень оперативно От этих самых палочек Вот Ждем первый поворот направо Едем потихоньку, так скажем Особо не торопимся Пятая передача из пяти И поворачиваем здесь налево Вот смотрите, хопа Вот так вот чпок Повернули здесь мы с вами налево И едем мы, по-моему, сейчас с вами на болото Да, попадать мы сейчас будем с вами на болото Вот как хочешь, как не хочешь А на болото попадешь А вот где гаражная часть Я, честно, не помню Я обкатывал эту карту Сразу признаюсь Обзор далеко не импровизационный То есть карту я обкатал Вот Ранее Могу сказать, что срезать вот здесь не надо Вот сразу говорю Нельзя здесь срезать Я пытался это сделать Я пытался это сделать на дефолтном 255-м кразе Потому что именно на этом автомобиле Я и обкатывал эту карту Понял, что это просто глупая была затея Вот я прям взял Хотел вот тут вот прям взять Вот так На прямки, короче, туда махануть Короче, не вариант Краз застревает Валяются палки Все это, ребят Короче, застревает очень сильно Машина не едет абсолютно Лебедкой тянуться Может быть, кому-то и нравится Но я все-таки предпочитаю ехать Все-таки своим ходом Блин Опять эскорт у меня кря-кря Вот О, нет, четвертая передача Вообще не айс Четвертая хоть и подхватывается, ребят Но, блин, она не айс Короче, буксуется Очень все сильно буксуется Придерживаемся исключительно только дорог О, К-700 Кстати, К-700 он стационар Я что-то поначалу подумал Что он вроде как Здесь типа рандомный Ни хрена подобный Он именно стационарно поставлен Спаспешилу автором Возможно, для того, чтобы через это болото Была такая, так скажем Вспомогательная техника Ну, знаете Едете с бревнами Подзастряли Вам хреново Вы не можете ехать И тут такой К-700 вырисовывается И, собственно говоря Вас высовывает из этого самого болота По состоянию По состоянию, ребят Вполне адекватный транк Что-то заводишься Успокойся Сразу заводится 238 литров Из 340 В принципе, вполне нормально 177 урона У нас и 600 Короче, адекват мобиль Вот Полностью адекватный Покойно вы на него прыгаете И, собственно говоря Катитесь на все четыре стороны То есть, куда вам только Нравится катиться Туда вы и катитесь Вот Тут едем мы с вами дальше Дорога, ребят Здесь у нас извивается Извиливается Я хз Что она тут еще делает Ну, в целом Конечно, чумазенькая Такая дорожка Я У меня вообще В планах найти еще Два очка гаража Вот И, собственно говоря Улицезреть Вообще Куда, чего И как ехать в дальнейшем Ну, если официально Если официально То дорога пошла у нас здесь Налево Ну, давайте, ладно По официальной дороге Мы с вами поедем Задуманный автором Непосредственно Факиром 86 Вот А вот Да А что я кощунить хотел Вот она дорога По любое Она вот сюда вот вылазит Так, давайте Оооо Как все запушено Это я что Получаться Опять всю демо Не планировал я всю демо Ну, я хотел всю демо Вот так вот Ну, по асфальту Потом туда как-то Ну, давайте Не знаю Ну, придется опять кощунить Что делать-то Я не знаю Что еще можно сделать Я, конечно Может быть, и рад Был бы стараться Не делать этого Ну, знаете Блин, обстоятельства Заставляют Просто вот Доставляют Меня это делать Обстоятельства То есть В целом Я вообще Редко Когда кощунию Блин, броневик Жопы ешь Вот, смотрите Хопа Вы что, это Я все отремкал, что ли? А, да Я все Урона Ограничение по урону 3000 Ну, это же броневик Ребят Это же Это просто все и вся В этой жизни Можно сказать Эта машина 3000 урона 180 литров Блин, а бак что-то Какой-то Лепиздренческий Какой-то Ну, третий-то Я уже выкушал Пока я вот тут катаюсь Ну, я думаю Его хватит Этого самого бачка Для того, чтобы Ой, а смотрите А здесь у нас горы Ёго-го Намак уроны Вот это да Вот Сделано классно Классно Сделана карта Ребят Вторая работа автора Всего-навсего Вторая Вот здесь я должен был Выехать, да? Да Подождите А здесь что Тупик получаться, что ли? Или что? Мне нужен поворот налево А здесь у нас Получается Поворот Не поворот Так, понятно То есть, значит Сейчас мы с вами Разворачиваемся И ищем поворот направо Так, ладно Так, ищем поворот направо О, нифига себе Даже машина с ручником Умеет ездить Вот это да Вот это мегамобиль вообще Так, ну ладно Здесь у нас все Подтоплено, так знаете ли Все так у нас Здесь все сыренько Мокренько Слушайте, а что это получается? Мне опять на болото, что ли, ехать? А, разворачиваемся Да, мы не развернулись Мы же не развернулись еще Блин Ну да ладно Сейчас развернемся Вот Развернулись И теперь ищем поворот направо Вот теперь мы начинаем Искать поворот направо И только сейчас Я думаю Он где-то должен быть Я что-то не помню Я правда Когда сюда ехал У меня совсем не запомнилась Как-то эта вся дорога Вот Но я думаю Сейчас запомнится Вот я вот так здесь Несусь Прям Лечу Порхаю Ой Ай 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 Мое Ай Скользит Дрифтит Прям Ух Нихрена себе Блин Какой дрифт Так, вот он поворот направо Ребят, давайте не будем проходить мимо Что называется И уходим на этот самый поворот И выезжаем мы на поле Ёкарная баба Опять на поле А, вот она дорога Вот она дорога Вот она Так, то есть надо нам вдоль поля Вдоль поля И, собственно говоря Мы с вами в дамках То есть сейчас вот здесь Немножечко так вот По окраинке проедем Тут типа Наверное Более-менее по суше будет Знаете, так Скощунем, что называется Буль-буль Ну да Тут вроде как по суше Я не знаю Вот, но здесь палка торчит Блин Ух ты, хитрит Смотри, какой броневик Ты прям прете, ребят Как этот Ух Мне нравится он Мне он однозначно нравится Этот броневик Надо взять его на заметку И взять его И брать его Всегда на обзоры Прямо чтобы вот Ехалось И не парилось Что называется Так, дорога уходит Опять направо Куда-то мы тут Опять джангл Какой-то у нас тут открывается Так, все отлично Лиса Фигаса Дорожки такие Знаете, холмики Прихолмики Прям Небольшие крены Кстати, присутствуют С отрицательным углом наклона То есть вероятность Чем-то Ух, ёп твою Налево Что ты делаешь Что ты делаешь Так, это сколько я 743 урона получил Нихера себе Это ж я Никогда ж не отремонтируюсь Теперь Так, по соточке По соточке По соточке Ну, все еще не отремонтировал Ну, да ладно 343 урона у меня осталось Ну, вроде визуально Автомобиль Бодренький Вот, визуально Ну, и в целом 343 урона Что там 3000 дамага Мы можем с вами налупить И, в принципе Не париться Ребят, волшебным образом Мы с вами приехали На точку погрузки На лесоповал Вот, те самые бревна Которые у нас Типа с этого самого Блин, как его там Точка сбора Вот Плюс ко всему У нас здесь присутствует Камазиандрик Камазиандрик, ребят У нас здесь С краном То есть, давайте мы С него пересядем Полностью отремонтированный Полностью заправленный И готов уже в боике Вот, прям сам даже рвется Заводится сразу сам Вот По точке разведки Она вон там И вот здесь Вот у нас еще, кстати Есть второй гараж Ну ладно, давайте мы Второй гараж Туда мы не поедем Или надо туда ехать Я не помню Надо туда ехать Или не надо Нет, я пожалуй Поеду вот сюда Вот Я также помню Что здесь где-то Кстати, был еще Роспуск То есть, по большему счету На этот Камаз Можно будет зацепить Вон он Вон он Вон он Роспуск стоит, короче То есть, можно к этому Камазу Роспуск прицепить И на этом Камазе Еще и поехать Ну вот Отвезя тем самым Четыре Очка Бревен Вот Это вообще, кстати Очень гудно Очень классно Гудно Ну это от слова гуд Это типа хорошо Вот Вот он Это самый Роспуск стоит То есть, спокойно Подъезжаете Цепляете И, собственно говоря Отправляетесь Во своя Яси О, топливная станция Кстати, она у меня сейчас Очень даже кстати Вот давайте Мы здесь с вами Подзаправимся Блин, что может быть лучше Чем топливная станция На лесоповале Ребят Обычно мы как проходим карты Постоянно подтягиваем Какие-то топливозаправщики На лесоповал Чтобы с выезда С лесоповала Что называется Поехать Перед тем, как ехать На лесопилке Автомобиль был полностью Заправлен Да А здесь не надо Не тащить Никакие там Топливозаправщики Все супер гуд Сразу, что называется Мы с вами Заправляемся С топливной станции Заправляем Доп-баки Все, что угодно Короче Мы с вами заправляем И потом уже Отправляемся В путь дорогу Так Пробираемся мы с вами Через эти всякие леса Фигаса Так, а я думаю Что машина-то еле И там мы оказывается На первой передаче ехали Вот Сейчас мы с вами Откроем очередную точку Раз, блин Упалок на дороге Оши много Поэтому рекомендую Ребят здесь не гонять Так, ну Что я тут вижу Да ни хрена я по большему Еще тут не вижу Что-то я вижу Точки сбора Не знаю Вот здесь еще места сбора И вот здесь Да, вот у нас тоже Что-то имеется Ну, я хз Короче Я не нашел еще два очка Гаража Я не помню, где они По-моему, они где-то вот здесь Вот Блин, не соврать бы А давайте на КамАЗе Я вот этом проеду Вот сюда вот В принципе, это не так сложно Я думаю, для нас будет Давайте по-быренькому Что называется Метнемся Заодно проверим Как у нас здесь будет ехать Дефолт А дефолт здесь и будет ехать В принципе, вполне комфортно Еще раз повторюсь То, что я еще в самом начале Практически сказал Что грязь здесь вполне такая Вы знаете ли Сбалансированная То есть Здесь нет такого прям Экшен там какой-то Да, типа Вы там в грязи утонули И застряли И никуда не поехали Если вы будете Придерживаться дорог Самое главное Придерживайтесь дорог В болоте не срезайте По полям не катайте Вот На прямке Придерживайтесь дорог И все будет супер гуд Так что По лесам Может быть и можно Где-то что-то скачинуть Я, ребят, не экспериментировал особо Вот По лесам я не кощунил Кощунил только Вот Бывало там Через парапетики Вот эти Отбойники Перепрыгивал Но это как бы все Это в штатном режиме По большему счету О, смотрите Идеально мы с вами Доехали до очередной Точки разведки На четвертой передаче На команде 4310 Просто шикарнейшим образом Добрались Ну да Здесь у нас гараж Как бы Нет никаких гаражных частей К сожалению Где их искать Я, честно говоря Не очень представляю Ладно Будем придерживаться В таком случае Здесь вот Немножечко правее Немножечко правее Блин Я не помню Где гаражные части Вот хоть убейте вы меня 255-й мы с вами нашли Убитый А без топлива У нас там, по-моему Будет 4310 Если мне память не изменяет Так, на четвертой передаче Летит броневичок Наш прям вообще Офигеть Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Сейчас бы в дерево вошел бы Было бы очень печально Очень нехорошо Так, кошка на заднем плане орет Так, это ничего страшного Я думаю Так-так-так Место сбора А точки разведки здесь у нас нет Нет, точки разведки нет Точка разведки у нас вот здесь Поэтому давайте попробуем Все-таки мы до нее Каким-то волшебным образом Добраться Вот они, эти самые места сбора То есть можете здесь Спокойненьким образом подъехать И собрать бревнышки Если они у вас тут заспавнятся Так-так-так Выкручиваем Здесь баранка провыкручивается Здесь мы с вами идеально проезжаем Но все равно, да Местами приходится маневрировать Потому что О, а здесь брод, ребята У нас вообще Смотрите, аккуратненько Надо здесь проехать Ну, брод Хочу вам сказать Не из робкого десятка То есть он такой Достаточно Труднопроходимый будет Мне кажется Вот вроде как Броневичок-то едет Но проходимость у броневичка Она достаточно такая Бодренькая Вот А в плане вот Какая проходимость там будет У вашего автомобиля Я здесь не могу ничего сказать Ну, должны проехать Блин, потому что Карта тестировалась Именно на дефолтном транспорте Вот Все вполне проезжабельно Главное То есть Катайте Проходите карту На полном приводе И вообще проблем не будет При повышенном желании Может быть даже На неполном приводе Проедете Если вы Отчасти Мазохист Так Здесь у нас Смотрите Стоит автомобиль 256 Крас Вот Стоит он здесь Исключительно Так А вот здесь Бревнышки Маленько в воздухе Вот Ну да ладно Вот Твою налево Да что ж это такое Сегодня со мной А Я ушатал Очередной Автомобил Так Бревна у нас тут Не заспавнились Вот Стоит 256 Ребят Смело Вот так В него Запрыгнули Вот И собственно говоря Можете Спокойненько С помощью этого Автомобиля Загрузиться Если вы отсюда Выедите Конечно Вот Но это не точно Так Смотрим далее Что у нас здесь еще Открывается Что у нас не закрывается Что открывается Что закрывается Хрен его знает Ребят Вот осталась у меня Одна точка разведки Мне кажется Если мы будем Придерживаться Вот этой самой дорожки То теоретически Мы должны как раз таки На нее Эту самую Эту самую точку разведки И выехать Поэтому мы с вами Именно так наверное Сделаем Открою я Последнюю точку разведки Будут там гаражные части Хорошо Не будет Значит они Спрятались За той самой точкой разведки Которая у нас Получается Снизу внизу Ой снизу внизу Вот сказал Снизу слева Вот что я хотел сказать Вот Ну Не поеду я ее Уже открывать Это как бы бессмысленно Главное Вот эту точку разведки Хапануть И будет Супер И супер Присупер Вот А тот камазик Он нигде не сныкан Ничего Вот насколько я помню Он прям стоит на дороге То есть теоретически Мы не должны Им его проехать Даже если мы с вами Еще не откроем точку разведки Но Его мы по любое Увидим Заранее Так Проехали Отличненько Так Да и все точки разведки Ребята Хочу так сказать Что они Расположены Очень комфортно На дорогах Нигде Никаких В кустах Они не спрятаны Ничего вам там Преодолевать не придется Какие-то Леса Там я не знаю Там еще какие-то Сверх естественные места На карте Все очень легко Комфортно Доступно То есть вот видите Вот очередная точка разведки И она в аккуратной дороге Смотрим Ой Смотреть-то мы смотрим Короче да Гаражные части Где-то вот здесь Спрятаны Я не знаю Где именно Вот Но рекомендую Короче вам Вот эту точку разведки Открыть И тогда вы будете В дамках Вот Ну и соответственно 255 Вот он Да То есть Ну мне кажется Первым делом Открывать гараж Наверное будет Более вот этот Комфортный Левый да Вот А потом уже При повышенном желании Можете открыть второй гараж Ну безусловно Карту мы постараемся В ближайшее время Ребята отстримить И соответственно Открывать будем И оба гаража Как ни крути Вот Ну и на этом Я пожалуй закруглюсь Огромное всем спасибо За просмотр Не забывайте подписываться На мой канал Ставить лайки И вступать в мою группу Вконтакте Витарган 177 Также есть еще Уфа Кира 86 Своя группа Ссылочка на его группу Вы увидите под видео Так что тоже Не забывайте Не уступать Ну а карту вы эту Сможете скачать Увидев опять же Ссылочку под видео На наш сайт Витарган энд компани Переходите туда И смелым образом Скачивайте Если вы обладатель Пиратской версии игры Или же переходите По ссылке в стим И подписывайтесь Там на эту самую карту Все ребят Всем спасибо за просмотр И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok